он не размят и отбивает на обложку на заставку сейчас поторопился постучал же не сыграли побежали назад привет этот курс молодого спортсмена будет посвящен гандболу учиться ему я буду вместе с представителями с лучшими представителями этого вида спорта на кубани тренером и игроками клуба скиф ко встрече я подготовился заказал игровую майку клуба нанес любимый 10 номер и свою фамилию на спину с формой в общем вопрос решен пора переходить к содержанию по эту сторону площадки я нахожусь уже довольно давно много лет пристально слежу за гандболом болею за наши команды а вот непосредственно на площадке играл всего лишь раз еще в школе помочь вспомнить прошлое и очевидно узнать много нового мне поможет генеральный директор и главный тренер команды скиф степанцы дарчук сватач приветствую ребенком меня представить довольно сложно но давайте представим что я вот сейчас пришел в секцию хочу научиться каким-то азам какой-то базе вот с чего мне вообще стоит начинать начала нужно раскрутить суставы подготовить себя потом их растянуть но простейшие упражнения маховые основные давай двигаем у нас все-таки задействованы все группы мышц там 10 10 10 мы вперед 10 назад кременском штабе стима сидорчук работает не один за медицину в клубе например отвечает алексей говорун специалист с богатым опытом работы в спорте алексей анатольевич приветствую скажите пожалуйста ну в каких все-таки видах спорта вы работали и какое место по травматичности в них занимает гонгбол самый больший период это конечно гонгбол работал в академической гребли немножко приходилось легкой атлетики с борцами ну разные виды спорта смотря как по жизни приходилось по травматичности вы знаете спорт он не должен быть травматичным приори своей и чем выше профессионализм и уровень и тренерского штаба и спортсменах естественно мы все стараемся надеемся на то чтобы травм был уменьшен поэтому в данной ситуации могу сказать что да гонгбол достаточно небезопасный вид спорта но будьте профессионалами и будет меньше травм есть разные виды передачи верхней нижней если открыть там целое их невероятное количество но для начала нужно научиться делать замах отведения для того чтобы для того чтобы выносить правильно плечо приносить правильно мяч и уже отсюда работать что считается вот этот центр у нас вот это у нас окружность круг и вот принципе у нас бросает отсюда сюда и работа все идет а если говорить о специфике гонгбола какие мышцы он развивает какое что он делает вообще с организмом может быть все за психикой да могу сказать что профессиональный гонгболист однозначно развивает интеллект в первую очередь потому что это высокоинтеллектуальная игра которая требует на много пунктов вперед просчитать своего соперника а учитывая что соперник тоже не глупо тоже считает тебя получают очень интересные игры очень интересные именно тематические ситуации мы переходим с вами евгений работе с мячом но это взрослым мяч уже третий размер 2 если он ничко есть на нулевой единичка 2 3 вот но дети понятно там нулевка так называемая единичка играют и 2 3 2 играют уже женщины и 3 3 мужской мяча 3 размера но до до полукилограмма вот у него получается вес поэтому бывает вот поэтому как за рамочки слова бросают на скорости 130 километров 140 км в час и полкилограмма летит вратаре это вратарю конечно сложно вратаре это героические люди которые способны останавливать полкилограмма летящие на 100 полукилограмма такой скорости что касается непосредственно работы с мячом первое что у нас теряет их всегда учат это ловля потому что когда же вот у нас есть подготовка так называет техника тактическое первоство и техническая техника это не на первом месте для начала нужно поймать мяч чтобы потом бросить чтобы потом что-то с ним сделать ему задать поэтому считается что нужно воронка вот такая создается руками и большие пальцы здесь вот закрывают для того чтобы поймать поймать мяч его не выскользну то есть не прошел у вас сюда но мы можем сделать то же самое левое правое левое видение теперь добавить видение так вы пошли 1 2 3 видения 1 2 3 и бросили попробуйте три шага видения три шага левое правое левое видение левое правое левое 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 бросок бросок без общей физической подготовки без общей выносливости и силы гонболистом быть невозможно поэтому если вы хотите быть здоровым сильным гонбол особенно гонбол который будет не просто средством для заработка а смыслом вашей жизни который вас проведет до глубокого возраста это двигает слабость старость и способствует нормальной жизни передо мной капитан клуба и разыгрывающий савелий шалобанов сама привет вопрос первый к тебе какой ну вот я с футболом со своим также любимым видом спорта аналог аналогию провожу разыгрывающий сразу ассоциация атакующий полузащитник свободный художник может быть мозг команды вот в гонболе насколько на твой взгляд вот такие вот эпитеты вот такие вот сравнения применимые когда ты только начинал играть в гонбол ну все же разыгрывающими мечтали быть я на самом деле когда начинал играть не стал разыгрывающим быть я все как-то спонтанно несколько получилось даже мне просто сказали ты стоишь здесь это твоя позиция все как бы я тогда можно даже особо не понимал что какие бы и задачи были по детству что вообще то есть как бы там в принципе игра была простая взял мяч побежал бросил ворота то есть никакой там не менее схемы практической него что должно быть у разыгрывающих для того чтобы разыгрывающим был хорошим прежде всего наверное хладнокровие еще иногда не хватает конкретно то есть разыгрывающие это тот человек который в любой ситуации он остается спокойным то есть способен остановить команду если что-то не получается ну и соответственно поддерживать поддерживать команду если соответственно что получается невозможно сказать что вы разобьете руки или ноги или что-то еще потому что вы должны быть и бегуном и акробатом каждая позиция гонголи имеет свои физические особенности то есть угловые они более быстро бегают допустим тот же линейный он должен быть очень физически вынослив реакция вратаря должна быть просто колоссальной про них многие говорят половина команды кто-то считает вообще отдельным классом людей со своей психологией со своими ну что ли даже взглядами на жизнь я вратарях говорю о вратарях гонбольных данном случае передо мной вадим кондратенко привет вадик это вратарь гонбольного клуба скиф воспитанник кубанского гонбола вадик вот про вот эти эпитеты про вот эти вот про вот эту вот терминологию что я говорил как ты к этому всему относишься слышал ли ты о том когда вот вратарей каким-то таким отдельным классом людей называют в спорте что-то про это думаю да я об этом слышал очень много начиная с детства всегда говорят что врата и очень странные люди наряду с левшами и я согласен с этим да моя жена этому подтверждение и да и действительно у вратарей другая психология потому что за тобой уже никого нет тебе никто не поможет кроме тебя самого но то же время очень многие недооценивают эту профессию я не знаю эту эту позицию потому что считаю что вратарей становится именно вратарями из-за их лени но это не так как нужно стоять расскажи мне вроде просто поднял руки смотришь на мяч или что-то тут есть специфика момент такой что возможно после этого интервью очень много тренеров из как бы советского союза на меня обозлятся так то что должна быть единая техника вратарская что нужно корпус держать вперед что руки должны быть всегда вверх это и и они так говорят да очень много тренеров придерживаться концепцию но к их сожалению не знаю всеобщему сожалению это не так потому что очень много вратарей различные школы скандинавская балканская наша до советская терророссийская немецкая и так далее и все вратари это индивидуальные личности и они стоят так как им удобно но естественно у вас если вы левша если вы прошу то у вас левая нога впереди потому что только в этом положении вы сможете и защитить себе и занять позицию которая позволит вам сделать размен плеч и бросок и бросок попробую да пожалуйста сало давай переходить к практике берем мечи и пробуем атаку атаку который руководит который дирижирует разыгрывающий тебе сейчас слова пожалуйста как это все выглядит ну достаточно вроде все сложно на самом деле очень все просто то есть все игроки знают что мы играем соответственно моя задача просто расставить скажем так по местам проконтролировать что все стояли на своих местах и ну все стучим постучал же конец всего же все они сыграли побежали назад уже все сейчас мы сделаем это больше даже не комбинация это скажем так начало атаки очень удобная потому что позволяет играть в обе стороны обычная смена разыгрывающего и полусреднего вот мы меняемся да и ты бросаешь шел то есть у меня тут обувь класс то есть стою я вот а делаю и не назад а чуть вперед чтобы закрывать больше просто вот так мы не совсем сильно диагональ чуть-чуть совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть да давай пробовать сейчас было шикарно прям к ну так это же временно вот сейчас лучше самое важное в обыгрыше прежде всего получить мяч на ходу то есть ну опять же хоть это и не всегда получается то есть начинает с места начинает сведения будет меньше скажем так энергии чтобы обыграть по почте и соответственно меньше шагов потому что как ты знаешь у нас гонболе три шага ведения три шага и соответственно это как только ты сделал видение ты у себя изначально три шага забрал ой все давай за к смену ой 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 вы получили мяч и делайте шаг левый вперед мяч сзади ставится правой скрестный шаг левой да 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 левой и выталкиваетесь для броска вот у вас вот эти получили этот мяч да вот вы получили слева справа я лишь а вот я получил правая левая правая вытолкнулся в прыжке и бросит вы уже прошли воронку вы научили в нее левая правая левое поведение левая правая левая бросок ну что советы не раздали процесс показали, и курс молодого спортсмена пройти помогли. Конечно, профессиональным гонболистам я уже в ригатле стану, но вот так вот поиграть для тела, для души. Отличная возможность, всем этого советую. Стиван Александрович, спасибо еще раз. Можно ведь у нас заниматься и нужно гонболом? Да, уважаемый Евгений, конечно, вчитывая те великолепные традиции, которые у нас есть в гонболе в Краснодарском крае, вы знаете, что это наиболее успешный вид спорта у нас, принесший только гонбольный клубский принес копилку Краснодарского края в Олимпийскую, 10 золотых медалей, 1 серебряную, 2 бронзовые воспитанники нашего клуба. Поэтому, конечно, у нас великолепные традиции, и игрок, попавший в нашу систему, имеет возможность выйти на самый высокий международный уровень. Ну что, друзья, в том, что гонбол такой наш, настоящий кубанский вид спорта, теперь сомнений нет ни у кого. Надеюсь, понравилось вам то, что вы сегодня увидели. Спасибо, что провели это время с нами. Это была программа КМС. До встречи!